Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советую вам подписаться, ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересной и полезной информации в том, что касается выбора поддержанного автомобиля, причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей автомобилей, рассматривая их снизу, на подъемнике. В данный момент мы открываем очередную серию обзоров, куда смотреть при покупке поддержанного автомобиля. Герой нашего сегодняшнего обзора это небольшой компактный автомобиль для города, причем не очень сильно распространенный в нашем сибирском регионе. Однако, если вы ищете простой и неприхотливый автомобиль, вам следует обратить внимание именно на эту машину. Встречайте, Ford Fusion, первое поколение. Модель Fusion была представлена компанией Ford в 2002 году. Эта машина базируется на агрегатах малолитражки Ford Fiesta, однако по своим размерам Fusion побольше. Здесь также увеличен клиренс до весьма солидных для легковых автомобилей 163 мм, что более чем достаточно для эксплуатации в городе. Эта машина изначально задумывалась как простая и доступная. У этой модели было всего три варианта комплектации. От самого базового, где, условно говоря, не было ничего, до максималки с автоматической коробкой передач, которая уже могла предложить электрические стеклоподъемники и кондиционер. Кстати, кондиционер для этой модели всегда был опционален, поэтому не удивляйтесь, если вам попадется максимальная комплектация без этой полезной в жарких регионах опции. Что касается моторной гаммы Ford Fusion, на российский рынок эти машины поставляли всего с двумя вариантами моторов. Оба бензиновые, объемом 1,4 литра 80 лошадиных сил и 1,6 литра 100 лошадиных сил. Моторы практически близнецы-братья. В том, что касается конструкции и ресурсов, коробки передач могли быть аж трех видов. Механическая, роботизированная механическая и полноценный гидромеханический автомат, который вы могли купить только с мотором 1,6 литра. Привод у этой модели был только передний, а жаль, мог получиться неплохой компактный городской кроссовер. По традиции в начале обзора скажем пару слов о кузове автомобиля, качестве и толщине лактрасочного покрытия, а также о том, насколько хорошо или наоборот нехорошо кузов машины противостоит нашим дорожным реалиям. Толщина лактрасочного покрытия у этих автомобилей довольно стандартная, 100-150 микрон. Что касается качества окраса, изначально оно было весьма неплохое. Однако самый молодой Fusion сошел с конвейера в 2012 году. Этим автомобилям уже минимум 9 лет, поэтому сколы и царапины на кузове, возникающие при эксплуатации, каждодневной эксплуатации автомобиля, здесь практически неизбежны. Однако цвести все эти украшения начинают далеко не сразу. И в принципе стоит отметить, что каких-либо глобальных проблем с коррозией у этого кузова в общем-то нет. Естественно, это не относится к автомобилям, так или иначе побывавшим в ДТП, которые пережили кузовной ремонт. Неизвестно какого качества. Поэтому при осмотре все же уделяйте внимание таким традиционным местам, как задние арки, кромки дверей, ну и в принципе пороги нища автомобиля. Все это, конечно, нужно внимательно осматривать. Однако все же в целом кузов автомобиля ржавчины не досаждает. Появляются рыжики и вздутие краски на таких местах, как например рамки окон. Однако подобным недугом страдают и некоторые более дорогие автомобили, Pajero 4, например. Так что для бюджетной малолитражки уже почтенного возраста это не бог весь какая проблема. В основной массе в том, что касается кузова, владельцы этих автомобилей жаловались на такие вещи, как например негерметичность задних фонарей или отклеивающиеся боковые молдинги. Но это моменты, скорее всего, у машины, которую вы будете смотреть, уже остались в далеком прошлом с кем-то из предыдущих владельцев. Салон Ford Fusion, несмотря на то, что достаточно простой по материалам, довольно износостойкий и, кстати, весьма немаленький по меркам компактных хэтчбэков. Быстрее прочего в салоне теряют свой товарный вид оплетка рулевого колеса и чехол рычага переключения передач, если речь идет о механической трансмиссии. В пробегу 100 тысяч километров эти элементы уже могут иметь на себе следы износа. Однако остальной салон держится молодцом. Это касается как салонного пластика, так, в принципе, и тканевой обивки сидений. Что касается электрооборудования и каких-либо опций Ford Fusion, даже в максимальной комплектации автомобиль спартанский. Соответственно, ломаться здесь практически нечему. Но при осмотре поддержанного экземпляра обращайте внимание на следующие моменты. Обязательно проверьте работоспособность салонного отопителя, вернее вентилятора отопителя на максимальных скоростях. Если вентилятор издает отчетливый гул, вой и так далее, будьте готовы к тому, что в ближайшее время он у вас замолчит и вам придется поменять мотор печки в сборе. Также на возрастных автомобилях с большим пробегом бывает теряют герметичность трубки системы кондиционирования. Ну, конечно, при условии, что ваш Fusion эту опцию на борту имеет. Так что проверьте кондиционер на работоспособность. Также стоит проверить работоспособность электрического замка в крышке багажника, если, конечно, ваша машина этой опцией оснащена. И проверьте задний стеклоочиститель. На автомобилях с большими пробегами он уже запросто может не работать. Можно сказать, что задний стеклоочиститель на Fusion это, ну, своего рода слабое место. В остальном каких-либо вопросов к электрооборудованию нет. Разве что владельцы склонны отмечать достаточно быстрый выход из строя ламп ближнего и дальнего света. Однако лампочки фаров здесь обычные галогеновые. Стоят они очень недорого, а меняются несложно. Что касается моторной гаммы Ford Fusion, на российский рынок поставлялись только бензиновые агрегаты. Объемом 1,4 литра мощностью 80 лошадиных сил и мотор объемом 1,6 литра мощностью 100 лошадиных сил. Первый, младший мотор, агрегатировался либо с механикой, либо с роботизированной коробкой передач. Второй, старший, либо с механической, либо, если речь шла о максимальной комплектации с автоматической коробкой передачи. По части надежности оба этих двигателя весьма хороши и при должном уходе способны выходить порядка 300-350 тысяч километров пробега. Единственное, мотор объемом 1,4 литра на 80 лошадок даже для небольшого Fusion слабоват. Поэтому перед покупкой прокатитесь на такой машине и поймите, подойдет ли вам этот автомобиль. Разгон до 100 км в час у такой машины занимает свыше 15 секунд. Если говорить про двигатель 1,6, то здесь цифры следующие. 11 с копеечкой при разгоне до 100 на механической коробке передач и около 13 при разгоне до 100 км в час на автомате. И если вы смотрите автомобиль с обычным гидромеханическим автоматом, то двигатель у вас будет только такой. 1,6 литра 100 лошадиных сил. Что можно сказать про этот мотор? Это рядная четверка с алюминиевым блоком цилиндров. Очень простая по конструкции. Каких-либо усложняющих конструкций деталей здесь просто нет. Привод ГРМ на двигателе 1,6 литра. По своей конструкции этот мотор обычная рядная четверка с алюминиевым блоком. Привод ГРМ здесь ременный. Регламент замены ремня производителя 160 тысяч километров пробега. Однако на практике это достаточно много и до таких отметок лучше не дотягивать. Меняйте ремень заблаговременно. По достижении 100-120 тысяч. Во избежание обрывов. Если его оборвет, клапана на этом двигателе обычно загибает. Также на этих двигателях нет гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. Раз в 100 тысяч километров по регламенту производителя нужно выполнять их регулировку. Основные моменты, которыми эти моторы могли досаждать своим владельцам, относятся к системе охлаждения. На машинах с пробегом за 100 тысяч километров можно столкнуться, например, с необходимостью поменять помпу, которая служит как раз примерно около этих цифр. То же самое касается термостата. Если вы заметили, что ваш Fusion стал слишком долго прогреваться или наоборот склонен к повышению температуры двигателя, соответственно, возможно термостат уже свое отжил и вам придется его поменять. Также при покупке Fusion не лишний будет убедиться, что у вас не подтекает основной радиатор системы охлаждения, а также не имеет повреждений в виде растрескивания бачок системы охлаждения. Такие вещи не часто, но на Fusion попадались. В общем-то, все эти вещи достаточно банальны. Такое может произойти на любом автомобиле и применительно к Fusion происходят они не так часто. Агрегаты, как уже было сказано, весьма надежны. Пробег на практике, которые выхаживают эти моторы, как правило, превышает 300-350 тысяч километров. И при должном обслуживании проблем эти двигатели вам, как будущему владельцу, не доставят. Теперь поговорим про коробки передач. На эту машину их могло ставиться три вида. Механика, автомат и роботизированная КПП. Самая беспроблемная трансмиссия здесь, пожалуй, обычная автоматическая, как в нашем случае. Она агрегатировалась только с мотором 1,6 литра и ресурс подобной коробки 220-250 тысяч километров до первого вмешательства, при условии, что в ней хотя бы иногда меняли масло, ну, хотя бы раз в 60 тысяч километров пробега. Коробка обычная, четыреступенчатая и очень даже живучая. Что касается механики, то вопросов к нотрянке самой коробки здесь также нет. Однако следует иметь в виду, что ресурс компонентов сцепления, то есть диск-корзина, порядка 80-100 тысяч километров пробега, в зависимости от режима эксплуатации и умения управляться с педалью сцепления человека, который сидит за рулем. Также стоит отметить, что около 100 тысяч километров в данном случае выхаживает главный цилиндр сцепления, который имеет одну характерную особенность, периодически проявляющуюся в виде щелчков при выжиме педали. Некоторые владельцы меняли цилиндр сцепления на новый, однако это не особо помогает. Поэтому данный момент следует счесть скорее за особенность конструкции, а не за какую-либо неисправность. Также, если вы смотрите Fusion на механике, а пробег автомобиля солидный, обязательно посмотрите, чтобы у вас не бежали сальники приводов. На этих автомобилях подобное может произойти к пробегу уже около 80-100 тысяч км. Так что, по большому счету, если вы покупаете Fusion на механической коробке передач, бояться вам особо нечего. Основная неприятность, с которой может столкнуться владелец подобного автомобиля, это затрудненное переключение передач 5-й, 4-й, 3-й, особенно при минусовых температурах, однако это лечится простым обслуживанием механизма переключения. И ничего страшного здесь нет. Третий тип коробки передач на Ford Fusion это робот. Робот здесь обычный однодисковый, работает он достаточно своеобразно перед покупкой подобного автомобиля. Если вы все-таки на нее решитесь, обязательно прокатитесь на нем, поскольку езда на однодисковом роботе очень мало напоминает комфортное передвижение на современных двухдисковых коробках типа DSG или того же PowerShift на старшей модели Focus. Кроме того, ресурс подобной трансмиссии до появления каких-либо первых проблем и необходимости профилактического обслуживания довольно небольшой, порядка 120 тысяч километров. А в случае полного выхода из строя мехатроника, ответственного за переключение передач, стоить этот узел будет недешево. Так что, если вы выбираете Fusion и в основном ездите по городу, советуем остановить свой выбор на модификации 1.6 автомат, как в нашем случае. Что касается подвески Ford Fusion, в данном случае она такая же простая, по сути, как и электрооборудование автомобиля. И в данном случае это хорошо. Спереди здесь традиционная для небольших автомобилей схема Макферсон, сзади у нас балка. А характеризовать подвеску Fusion можно как весьма и весьма крепкую для легковых автомобилей. И это его несомненный плюс. Ресурс практически всех компонентов здесь это 100 тысяч километров и даже более. Как водится, самый слабый компонент подвески в данном случае это стойки переднего стабилизатора. Причем, в отличие от большинства аналогов, на этом автомобиле малый ресурс стоек стабилизатора это около 70 тысяч километров пробега до замены. Достаточно небольшое количество автомобилей, где эти узлы выхаживают хотя бы 40 тысяч. В данном случае полтора раза больше. Что касается ресурса, например, рулевой рейки, как самого дорогого компонента подвески автомобиля, она выхаживает около 150 тысяч километров до появления первых течей. И это также очень и очень неплохая цифра. Кстати, при осмотре Fusion с пробегом за сотню обязательно обратите внимание на работу насоса гидроусилителя руля. На пробегах за 100 он уже начинает потихоньку подвывать. Так что обратите внимание на его работоспособность, чтобы сразу после покупки не пришлось менять. Ресурс рычагов передней подвески на Fusion огромный по легковым меркам, порядка 200 тысяч километров пробега. Амортизаторы ходят меньше. Передние от 80 до 120, задние от 60 до 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, на каких дорогах Fusion эксплуатировался. Рулевые тяги и наконечники это в среднем 80-100 тысяч, если говорить об оригинале, деталях. Ну а ступичные подшипники также от 80 тысяч километров. Помимо большого ресурса компонента в подвеске, Ford Fusion может также похвастаться и небольшой ценой ее обслуживания. Так что вкупе с высоким клиренсом 163 миллиметра для легковой машины очень и очень неплохо. Это действительно неплохой выбор для тех, кто хочет ездить на машине, а не вкладывать в нее большие деньги. Итак, какие выводы можно сделать под все вышесказанное про Ford Fusion первого поколения? Стоит ли рассматривать подобную машину для покупки или нет? Если вы ищете себе понторезку или цените в автомобиле прежде всего комфорт или динамику разгона, то однозначно стоит пройти мимо этой модели. Но если для вас в приоритете другие вещи, такие как надежность, простота конструкции и ненакладное обслуживание в финансовом плане, то к Fusion стоит присмотреться. Ведь в активе этой модели, помимо надежных бензиновых агрегатов, а также хорошего, надежного и долговечного четырехступенчатого классического автомата, также очень выносливая подвеска, ресурс компонентов, которая в полтора до то и два раза выше ресурса таковых у многих своих одноклассников, и очень вместительный для его размеров салон и багажник, который, кстати, можно еще увеличить, сложив заднее сидение. И в этом случае на своем Fusion вы легко увезете бабушкин комод, причем не разбирая последний. А высокий по легковым меркам клиренс позволит вам чувствовать себя уверенно как при эксплуатации в городе, так и съезжать с дороги. Правда, делая поправку на то, что автомобиль у вас все же моноприводный. Ну вот и все на сегодня. Если наш обзор был вам чем-то полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, какие машины вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Также, если вы владели или владеете Ford Fusion и проехали на нем не одну сотню тысяч километров, вам есть чем поделиться или в чем нас поправить, пишите в комментариях. Людям, которые рассматривают подобный автомобиль себе к покупке, именно ваш комментарий может оказаться очень полезным. Спасибо за просмотр. Хорошего вам дня. Пока.